В нашу редакцию обратились отчаявшиеся жители многоквартирного дома по адресу Комсомольский проспект 8, которым из года в год приходится сталкиваться с серьёзными бытовыми трудностями, а именно с перебоями в подаче горячей воды. Подробности выяснила Анастасия Новичкова. Жители многоэтажки около трёх недель живут без горячей воды. И, как говорится, плановое отключение стало полной неожиданностью, поскольку коммунальщики даже объявления на подъездах разместить не удосужились. Что уж там говорить о своевременном включении горячего водоснабжения. Пожилые люди признаются, что в таких условиях остаётся только выживать. Очень тяжело. Вот я с палочкой и тазы. Как мне таскать тазы? Потеешь-то, жара-то такая. Вот берёшь ковшичек и с ковшичком ходишь в тазик, поливаешься. Вот так вот. И это уже сколько лет? Никогда. Куда не позвонишь, всё говорят. Вот потерпите, потерпите. Вот терпим. И тут возникает логичный вопрос. А сколько можно терпеть? В прошлом году жители дома на Комсомольском проспекте ждали горячей воды аж до сентября, когда плановое включение должно было случиться в середине июля. У нас дом пенсионеров. Фабрика 1969 года. Дом построен. Мы все бывшие работники фабрики. И в итоге получается, что пенсионеры оказываются и так в сложных условиях. А ещё отсутствие воды приводит к тому, что, естественно, и тазики, и чайники, и кастрюли. Всё это вызывает и травматизм, и, в общем-то, тяжело им. Жители рассказывают, что за собственные средства пытались купить водонагреватели, чтобы жить, как говорится, по-человечески. Но расходы на электроэнергию стали непосильными, тем более для пенсионеров. А Марину Иванову и вовсе ударило током, когда она попыталась воспользоваться чудоаппаратом. Жители ежегодно обращаются за помощью в прокуратуру и администрацию Заволжского района. Но вместо ожидаемого ответа слышат порой странные советы. Вчера я была в администрации Заволжского района. В том году они мне сказали, у вас Тверца рядом, ничего страшного. А в этом году я была там в прокуратуре, ничего они мне не сказали, пожали плечем. Девочки, ну, не знаем, что делать. У нас дом такой непроблемный. Мы платим каждый месяц за всё. Отвечает за подключение горячего водоснабжения всем известная Тверская генерация, которая, по словам жильцов этой пятиэтажки, ежегодно игнорирует сроки возобновления подачи горячей воды. Жители дома во время очередного звонка в эту многострадальную организацию сообщили, что пригласили нашу съёмочную группу, так сказать, на место событий и молчать о проблеме больше не намерены. Сразу после отбытия нашей съёмочной группы работники Тверской генерации приехали и начали экстренно проводить работы. Мы, в свою очередь, многократно пытались дозвониться в Тверскую генерацию, чтобы узнать причины задержки подачи горячей воды на Комсомольском проспекте. Но вместо ответа были лишь продолжительные гудки. После чего наша редакция направила официальный запрос с просьбой обозначить причины задержки и, конечно, выслушать другую сторону для объективной оценки ситуации. А пока мы продолжим следить за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok